Всем привет, ребята! Это свечи. Гениальное изобретение человечества, которое было придумано, пожалуй, несколько веков назад, но до сих пор эти свечи можно найти практически в каждом доме. Сейчас, в 21 веке, они до сих пор актуальны. Люди пользуются ими, получают огонь, освещают то, что им нужно. И в этом видео я хотел показать вам несколько интересных экспериментов со свечами, а также я хотел показать вам очень интересные девайсы, которые я смог купить только на сайте AliExpress. Казалось бы, ничего необычного. Это приспособление для свечей, для автоматического затушения, так сказать, свечей. Как они работают, я покажу вам чуть попозже в этом видео. Погнали! И первый эксперимент, или я бы даже сказал фокус со свечой, это поджигание свечи на расстоянии, не касаясь ее спичкой. Смотрите, задуваем свечу и тут же подносим горящую спичку. И смотрите, свеча зажглась, когда спичка была на расстоянии пару сантиметров от фитиля. Прикольно, правда? Все дело в том, что этот белый дымок, это пары парафина, легко воспламеняющиеся пары, которые загораются, и как бы доносят пламя до фитиля по воздуху. Круто выглядит, правда? Ну, вы и сами можете это легко повторить у себя дома. А вот еще один фокус со свечой, который вы можете сделать сами. Нам понадобится тарелка, на которую мы установим свечу. Поджигаем ее, и чтобы закрепить свечу на тарелке, капаем пару капель расплавленного воска и ставим сверху свечку. Затем наливаем в тарелку немного воды. Я специально подкрасил воду для того, чтобы ее было лучше видно, но можно налить обычную воду. Накрываем стаканом свечу, и как только она погаснет, тут же вода затягивается внутрь стакана и подымается вверх. Как вы думаете, почему так происходит? Напишите ваши версии в комментариях. А для следующего фокуса нам понадобится обыкновенный воздушный шарик. Как вы думаете, что произойдет, если поднести шарик к огню? Правильно, он лопнет. Даже свечку затушил. А теперь давайте наберем немного воды внутрь шарика и так же надуем его. Зажигаем потухшую свечку и опускаем шарик прямо на пламя свечи. И, о чудо, смотрите, шарик не лопается. Смотрите, он уже закоптился от пламени, но все еще целый. Смотрите, что же происходит. Шарик не лопается. Как же такое может быть? Наверное, шарик стал огнеупорным. Просто чудо какое-то. Смотрите, он весь прокоптился, но не лопнул. Вот это да. Как вы думаете, почему так произошло? Ну, а для следующего фокуса нам понадобится емкость, внутри которой установлена и закреплена свеча. Заливаем в емкость воду таким образом, чтобы уровень воды сравнялся с высотой свечки. И поджигаем свечку. Что же произойдет? По логике свеча должна уменьшаться, и когда она станет ниже уровня воды, то она должна быть потушена этой водой. Но давайте понаблюдаем, что же произойдет на самом деле. Включим ускоренную съемку. Смотрите, свеча горит. Уровень как бы опускается вниз, но края свечи остаются целыми и не пускают в воду для того, чтобы затушить фитиль. Вы только посмотрите. Ребята, смотрите, свеча горит уже, наверное, минут 30, но все еще не потухло. И если посмотреть, то фитиль уже опустился практически ниже уровня воды. То есть пламя уже горит вот там, где-то внутри, в углублении, но края свечи все еще целые. Посмотрите, и вода не заливает свечу. Это может происходить очень-очень долго, и в какой-то определенный момент края станут очень тонкими, и зальется свеча. Но сейчас, смотрите, примерно, наверное, на миллиметров 5 уже уровень свечи ниже воды. То есть, по сути, получается, пламя горит ниже уровня воды. Это очень удивительно, правда? Особенно красиво это выглядит в темноте. Вы только посмотрите, свеча внутри подсвечивается. Класс, как будто такой светильничек, правда? Там уже примерно около сантиметра глубины, а она все еще горит. Интересно, когда же она погаснет? И вот, наконец-то, свеча погасла по прошествии, наверное, минут 40. И давайте посмотрим, что же у нас тут получилось. Видите, тоненькая-тоненькая такая стеночка. И глубоко внутри, наверное, на сантиметр глубиной находится фитиль. Наконец-то этот краешек расплавился, вода хлынула вниз и затопило. Но это было удивительно, вы посмотрите. По сути, пламя горело ниже уровня воды. Такой же фокус вы можете сделать у себя дома. Это совершенно безопасно. Ну, а сейчас я, как и обещал, покажу вам одну очень крутую штуковину. Это просто-таки гениальное изобретение для свечей, которое у нас почему-то не продается. Я смог купить его только на Алиэкспрессе. И то очень долго искал. Смотрите, это такая штучка, типа такого капканчика на пружинке. И это автоматический гаситель свечек. Как же он работает? Посмотрите. Берется свеча и одевается эта штуковина вот сюда, на свечку. Смотрите, вот таким вот образом это выглядит. Ставится в нужное место, ниже, выше, куда вы хотите. И когда свечка догорает до этого места, эта крышечка захлопывается и гасит свечку. То есть, вы можете ставить эту свечку, спокойненько себе идти заниматься своими делами или ложиться спать. И она обязательно потухнет, когда догорит до определенного места. Представляете? Давайте посмотрим, как это будет работать. Итак, смотрите, я установил 3 штуки в разных местах. И давайте сейчас подожжем наши свечки. Я прочитал, что эта свеча горит примерно 5 часов. То есть, вот эта вот установлена на середине. Получается, она погаснет где-то через 2,5 часа. Эта, наверное, погаснет через час. А вот эта, которая самая-самая вверху, она погаснет, наверное, через минут 15. Ну что ж, давайте наблюдать. Но просто так смотреть и ждать будет очень долго. Поэтому давайте поставлю на ускоренную съемку. А вот так выглядит этот момент в реальной жизни без ускоренной съемки. Чпок! И только дымок пошел. Ну, разве не гениально? А тем временем посмотрим, как будет гаснуть вторая и третья свеча. Кстати, смотрите, крайняя левая свеча сгорает даже быстрее. Не знаю почему. Ну, а третью свечу я уже, пожалуй, не дождусь, потому что у меня в камере садится аккумулятор. Ну, вы поняли принцип. Штука реально очень крутая. Кому интересно, ссылочку я оставлю в описании. Можете купить и пользоваться. Вот такое, ребята, получилось видео про свечи. Если вам понравилось, обязательно поставьте лайк и напишите что-нибудь в комментариях. А я с вами прощаюсь. До новых встреч. Пока-пока. ! Субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...